Окна рабочие. Все открывается, все закрывается. Пластиковые окна Татьяны Алкиной хорошо работают и не требуют замены. Однако незваные гости из фирмы с громким названием «Континенталь» рамы и все комплектующие к ним посчитали устаревшими. Сотрудники постучались в квартиру ангарчанки неожиданно. Дома находилась пожилая мама Татьяны. У Любови Григорьевны плохое зрение. После инсульта парализована правая сторона. Убедить в чем угодно пенсионерку легко. Чем и воспользовались заезжие продавцы. Попросили деньги. А вот сколько денег попросили. А, ну у меня больше не было здесь. Одна мелочевка была. А может были бы. Значит, дала бы все большие деньги. За свои услуги сотрудники фирмы взяли 3000 рублей, как и сказано в договоре. Это предоплата на приобретение необходимых материалов. А общая сумма сделки в 10 раз больше. Кухня. Чистка фурнитуры 4 700. В списке также чистка фурнитуры, замена уплотнителя и еще десяток сомнительных операций по очень высоким ценам. Это не первый случай в Ангарске, когда фирмы вот на таких вот одиноких бабушек, так сказать, получают большие деньги. То есть за двухкомнатную хрущевку маме насчитали 34 тысячи. Это можно все окна поменять за эти деньги. И просто то, что она им сказала, что она инвалидная, они сами увидели, они ей скидку сделали. 18% и получилось 30 тысяч. Ну, грабеж. Дочь обманутой пенсионерки позвонила фирму и потребовала расторгнуть договор и вернуть деньги, но получила отказ. Связалась с предприимчивыми подрядчиками и наша редакция. Специалист по имени Денис заверил журналистов, что ситуацию можно разрешить бесконфликтно. Пусть приходит заявление, напишет, начнет отказ. В чем проблема? А куда приходить? Вы к ним пришли на дом, в Ангарске? Ну, я не знаю, кто вы, правильно? Пусть у нее есть, если она наше за качество, у нее должен быть номер договора, у нее должны быть все данные. Куда позвонить, туда обратиться и, соответственно, сделать отказ от работы. В чем проблема? То есть я сейчас из Ангарска нужно приехать в Иркутск, в вашу фирму? Пусть связывается с вами, в любом случае. Она связывалась с вами? Пусть связывается, предоставит номер договора и работу, и так далее. С ней это уже отсудим. Ладно, у меня давать время тоже нет, работы много. Чего доброго, раз, не надо заказчиков. Если деньги не вернут добровольно, у права на наглых продавцов найти можно. От навязанных услуг людей защищает Гражданский кодекс. Статья о защите прав потребителей. Для этого нужно обратиться в местный отдел Роспотребнадзора и написать заявление. Эксперты помогут довести дело до суда. И тогда, вместе с потраченными деньгами, фирма обязана будет возместить моральный вред и заплатить крупный штраф. Мария Константинова, Дмитрий Швецов. Местное время.